День памяти жертв политических репрессий прошел в Щелкове. В нем приняли участие родные и близкие жителей, пострадавших во время насильственной коллективизации, массового выселения народов, притеснений по национальному признаку и других форм политического террора. В Троицком соборе прошла панихида по безвинным пострадавшим и усопшим. В память о них были поставлены свечи. Затем участники Дня памяти прошли к Вечному огню, где возложили цветы на гранитные плиты, образуя имя «Алый круг», символизирующие завершенность в этом мире жизни близких им людей, погибших за стенках, умерших в неволе, замученных в лагерях ГУЛАГа. Память о горестных событиях в жизни людей осталась в семьях, поэтому они не забывают об этом скорбном дне. Боль утихала у родителей, и они нас как-то успокаивали тем, что, слава Богу, что жизнь продолжается, что мы все выжили, родители выжили. Мы потом, когда реабилитировали всех, в 61-м году мы уже с Казахстана вернулись в Краснодарский край. Уже там можно было обознаваться, но этот день, конечно, мы всегда вспомнили. Очень много горя хлебнули, очень и очень много. Поэтому для нас это очень тяжелый, скорбный день. Я их всегда помню. Всегда. Просто не могу. Жалко. Просто жалко людей, которых много погибло. Много погибло людей. Вот вечная память. В Щелкове уже на протяжении почти 30 лет действует общественная организация, которая объединяет в своих рядах людей, признанных пострадавшими от политических репрессий. В момент регистрации общества в 1991 году в него входило 1200 человек. Сейчас в нем меньше 200. И все они дети тех, кто сидели в лагерях, подвергались высылке. Кого ущемляли в правах, они разделили со своими родителями все тяготы жизни. Все они, уже во времена новейшей истории России, были реабилитированы. Политические репрессии в СССР – принудительные меры государственного воздействия, включавшие различные виды наказаний и правоограничений, применявшиеся в СССР к отдельным лицам и категориям лиц по политическим мотивам. Они происходили в послереволюционные годы, начиная с 1917-го, довоенные – до 1941-го и послевоенные – до 1953-го. В Щелкове и в поселениях, которые сейчас входят в городской округ, им подвергались те же категории граждан, что и во всей стране. Это и рабочие, и крестьяне, и представители духовенства, а также после сворачивания в СССР НЭПа – предприниматели. Не обошли политические репрессии и военнослужащих. По оценке краеведа и историка Георгия Ровенского, в Щелковском районе репрессировано было более 500 человек, из них расстреляно более 70. Андрей Циханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.